В общем, история такая. Долго я отрицал это средство связи, перископ. То, что я видел у других, это когда кто-то едет в машине, что-то вот я ем, вот я еду, вот я, не знаю, выпил, куда-то сходил. Но сейчас я завел перископ по необходимости. Итак, очень много вопросов возникает. Ну, условно, можно тех людей, которые мне пишут, названивают, разделить на три категории. Первая категория это провокаторы. Вторая категория это люди, которым действительно Эрик небезразличен. И третья категория это мои недоброжелатели. Всем привет! Так, ну начнем, с чего начнем. Ну, всем известно, что Эрик повздорил с определенными людьми. Его попытались привлечь сначала к административной ответственности, там, за нарушение правил дорожного движения, решить прав. Ну, как вы все видели, мы сходили в отдел ГИБДД, после чего все вопросы о его якобы нарушениях были сняты. И должностные лица поняли, что докопаться до него в этом плане крайне сложно. И после этого началась так называемая крупномасштабная, широкомасштабная война. То есть, стали добывать информацию, за что же можно его зацепить. Мне немножко сложно разговаривать, когда я не вижу собеседника. То есть, как будто бы такой разговор сам собой. Значит, ну, стали проверять вообще, за что Давидовича можно подтянуть. Значит, посмотрели, в этом году он ничего не совершал и докопаться не для чего. Посмотрели в прошлом году, тоже ничего нет. В позапрошлом, три года назад, четыре года назад. Абсолютно чистый эрик, заклон не нарушает. И таким образом, значит, пять лет назад, шесть лет назад. Я просто параллельно читаю, что вы пишете, чтобы немножко понять вообще, что за аудитория и кому что интересно. И вот нашли что-то восемь лет назад, когда где-то кто-то угнал какой-то автомобиль. По понятным причинам я не все могу вам сейчас рассказывать. Потому что, уверен, эту запись посмотрят и следственные органы, и мои недоброжелатели, которые бесконечно предпринимают попытки лишить меня адвокатского статуса. К сожалению, и коллеги, некоторые в этой истории участвуют, которые не могут состояться в профессии. Они пытаются где-то нагадить другим людям. Сейчас, одну секундочку, я прервусь. Да, да? Да, просите, пожалуйста. Это снова я. Про сегодня день рождения Кати Гусевой. И вот тут доставка цветов, и так у меня уже никакой не личной жизни никакой нету. Ну, в общем, я не особо жалуюсь. Цветы привезли у Кати день рождения. Вот, в общем, намылился туда. Так вот. Значит, и подняли какую-то историю восьмилетней давности, когда один человек, значит, угнал какой-то автомобиль, при этом уже даже отсидел за это. И вот, значит, эту историю качают. Для чего я завел перископ? Потому что эта история, к сожалению, она лежит не совсем в правовом поле. С точки зрения юриспруденции, тут все понятно. Эрик невиновен, все документы есть, доказательства его невиновности. Несмотря на то, что есть презумпция невиновности, доказательства, тем не менее, есть. У следствия, в свою очередь, никаких доказательств вины нету. И здесь я такую попытку предпринимаю все-таки ответить на какие-то ваши вопросы. У нас тут предстоит 16-го числа апелляция в Мосгорсуде. Ну, если меня смотрят юристы, они понимают, что, к сожалению, в Москве апелляционная инстанция, она такая, можно сказать, номинальная. Я предполагаю, что решение Тверского суда, оно изначально было либо согласовано, либо продиктовано городским судом. Но, что я хочу вам рассказать, учитывая, что у меня есть опыт большого количества судебных процессов, как на одной стороне, так и на другой, и где, к сожалению, либо с одной, либо с другой стороны есть административный ресурс, либо в каких-то историях, к сожалению, коррупционные моменты, я знаю точно, что в любом случае, в любой системе есть честные и порядочные люди. И наша задача сейчас адвокатов – это делать большое количество юридически-процессуальных действий, чтобы в какой-то момент та или иная жалоба, тот или иной документ лег на стол порядочному, справедливому, должностному лицу, который примет законное решение. И вот, собственно говоря, в этом и состоит основная функция, основная задача. Давайте, может быть, я на какие-то ваши вопросы поотвечаю, потому что для меня опыт перископа, он не совсем обычный, здесь какие-то сердечки летает, что-то. Вопросы есть, друзья, какие-то? Значит, да, я получил вчера ответ прокуратуры, что срок проверки продлен еще на 10 дней. Ну, уже спасибо, что нас не отфутболили. И, соответственно, здесь два варианта. Либо прокуратура действительно проводит проверку, да, и будет вынесено законное решение. А законное оно может быть только одно, что дело возбуждено неправомерно. Либо прокуратура имитирует деятельность, что якобы там проходит проверка, а потом отфутболит. В общем-то, мы готовы как к одному, так и к второму сценарию развития событий. Я еще раз подчеркну. Во-первых, Эрик невиновен. Но даже если не говорить о его виновности или невиновности, дело возбуждено по истечении сроков давности. То есть, это незаконно, и я это достаточно подробно рассказал в ролике, который был ребятами снят. Это достаточно подробно сделал Дима Чугунов в анимации, которую тоже, я думаю, что в интернете можно найти. Соответственно, у прокуратуры Москвы два варианта. Либо отмолчаться, либо отказать по каким-то формальным основаниям, не очень могу понять по каким. Либо отменить возбуждение уголовного дела. Эрик выходит на свободу, и, соответственно, дальше, если у полиции есть какие-то вопросы, они либо возбуждают новое дело, и так далее. То есть, это уже совершенно другая история. Я здесь абсолютно согласен с Владимиром Соловьевым, который четко сказал, можно к Эрику относиться по-разному. Любить, ненавидеть, хороший человек, он плохой, но закон один, и он должен работать для всех. А когда человека по каким-то сомнительным основаниям берут даже до суда под стражу, несмотря на то, что я в зале суда предлагал 10 миллионов рублей за то, чтобы его выпустили под залог, а его, тем не менее, берут под стражу, это возникает, вызывает большое количество вопросов. Значит, и здесь вопрос, честно говоря, вот справедливости ради могу сам сказать, что, да, Эрик, кстати, похудел на 10 килограмм, вот здесь вопрос пишет. Эрик похудел, он себя чувствует, то есть, он такой волевой человек, а такие люди, они везде быстро завоевывают уважение. И, кстати, когда мы с ним в матросской тишине общались там в кабинете, заходили достаточно авторитетные люди, проходили мимо, да, вот авторитетные в этом заведении, да, и выражали ему слова своей поддержки, то есть, это тоже о многом говорит. Так. Значит, таким образом, и вот Соловьев сказал правильно, и можно по-разному относиться к Эрику, но закон должен работать, иначе никто из нас не может быть уверенным, что завтра его не поставят в тюрьму, не обвинят в убийстве Кеннеди, да, или в какой-то еще другой там нелепой, в нелепом варианте, да, и он не загремит на нары. Мы должны быть уверены, да, что если мы не совершаем преступления, то мы не понесем наказание, а если совершили какое-то преступление, то понесем наказание именно за это преступление. Кстати, пользуясь случаем, могу объяснить, почему не возбуждается дело за оскорбление, ведь есть соответствующая статья, оскорбление представителей власти, и Коваленко мог бы добиться возбуждения по уголовному делу, но нюанс заключается в том, что это статья, которая относится к ведению Следственного комитета, а Следственный комитет, если и будет возбуждать дело по этой статье, я уверен, будет действовать объективно и беспристрастно, поскольку никаким образом в эту историю не задействован. Я думаю, что это не всех устраивает, мы все видим, что здесь происходит именно необъективное и небеспристрастное следствие, а следовательно ждать объективного и законного приговора тоже не приходится. Вот с этим мы, в общем-то, и боремся, и если вот эти вот вупиющие факты будут обсуждаться общественностью, не вот эта заказуха, которая там на России один, но это просто смех, даже бабушки и дедушки, которые ничего не понимают и никогда не видели Эрика, и ничего о нем не слышали, они и то, понимая, что это просто такая на скорую руку слепили какое-то непонятно что, да, то есть смех, да и только. Вот, ну, что я могу сказать? Кстати, вот канал России здесь вот, и вот я просто отвечаю на вопросы, да, на ваши, я отношусь, тем не менее, несмотря ни на что, достаточно уважительно к каналу России, к ВКТРК в целом, и здесь проблема и вина-то не канала, а вина тех людей, которые взяли на себя ответственность вот эту заказуху по-быстрому слепленную выдать в эфир, да, тем самым позорили достаточно авторитетный и уважаемый канал. Если бы эта история была на каком-то другом желтом канале, там не буду говорить название, я бы не сильно удивился, да, но вот Россия-1, я считаю, что в этой истории очень сильно подставилась. Кстати, что касается вот полиции, да, Соловьев Владимирович, он сказал, что полиция подставилась, я тоже в этом абсолютно четко уверен, можно было бы даже такое заказное дело провести более, скажем, гладко, да, не обязательно было избирать меру пресечения Эрику, взять, брать его под стражу, можно было там подписку о невыезде, под залог, домашний арест. А потом, якобы, делая видимость объективного беспристрастного следствия, когда никто бы не подозревал, да, что что-то не так, вынести приговор и дать ему пятерочку, и он бы уехал. Ну, я так подозреваю, здесь немножко другая история, она на эмоциях, где-то, может быть, Эрик неправ, да, что бы заговорил о Якунине, в принципе, вот я слышал от многих людей, что касается Якунина, но многие уважают его, да, то есть я думаю, что зря Эрик, вот, перешел, переключился на Якунина, вот в этом, в этой истории, вот, и, конечно, не со всеми я согласен, и, кстати, за 15 минут до его задержания, я говорил Эрику, что он зря делает какие-то вещи. Я согласен, и, кстати, за 15 минут до его задержания, я говорил Эрику, что он зря делает какие-то вещи. В чем-то я согласен, в чем-то нет. Так вот, этим, про сегодня еще большое количество событий произошло. Вчера, к сожалению, сын Никаса Сафронова сбил пешехода, к сожалению, по всей видимости, летальный исход. Тоже молодой парень, талантливый пианист, и вот такая, такая история, поэтому приходится вот тоже в нее подключаться. Еще несколько минут с вами побуду. Вы, если что, мне пишите в Инстаграм, чтобы я вообще понимал, то есть я сейчас не очень хорошо понимаю, что это за инструмент. Перископ. Но также я понимаю, что какая-то обратная связь должна быть, потому что у тех людей, которые меня наблюдают в Инстаграме, им кажется, наверное, что я веду такой разгульный образ жизни, там сплю до обеда, потом где-то на тусовках и так далее. Но на самом деле, вот последние две недели мы, и не только я, около 10 человек из моей коллеги адвокатов занимаются только делом Эрика. То есть все остальные дела отодвинуты на второй план, и мы занимаемся только этим вопросом, потому что действительно объем очень большой, большое количество людей, которые хотят ему помочь. К сожалению, 80% из этих людей не могут ничем помочь, 10% сумасшедшие. И на все это уходит время, встречи, следственные действия и так далее, и так далее. Могу у вас заверить вот в чем, что однозначно это дело доведу до конца. Мы понимаем, что будет непросто. Мы понимаем, что вероятность того, что Эрик выйдет завтра-послезавтра, невелика. Но то, что мы дойдем до логического завершения и докажем невиновность Эрика в этом деле, я вам обещаю, так же, как и то, что мы докажем, что возбужденное уголовное дело является незаконным. К сожалению, не все вижу ваши вопросы. Вопрос дает, сколько ему грозит. Но те люди, которые инициировали возбуждение дела, они бы с удовольствием его вообще там бы и оставили навсегда. Но, в общем-то, мы сделаем все возможное и уверены, что победим. Это важно. Ваша поддержка тоже важна очень. Не поддавайтесь на провокации. Да, это очень важно. Я вот уже рассказывал, что мне звонят какие-то люди странные, предлагают какое-то американское гражданство для Эрика, какие-то акции протеста в Европе и Америке. Я Эрику рассказал, он сказал, что он показал факт. И дальше ненормативная лексика, которую я хотел бы здесь воздержаться. Петиция тоже очень важна. Насколько я видел в Твиттере, Хинштейн сообщил, что он ее видел и будет разбираться. Я очень надеюсь, что он к этой истории подключится, потому что достаточно уважаемый человек. В данной истории абсолютно беспристрастный, не является ни другом, ни знакомым Эрика. Я думаю, что даже никогда его не видел и, может быть, даже не смотрел его какие-то тест-драйвы. Поэтому он сможет объективно к этому вопросу подойти, посмотреть документы и сказать, кто прав, кто виноват. Конечно, мы очень надеемся на прокуратуру. Надеемся, что все-таки прокуратура пройдет проверку. Но здесь еще такой момент. На суде, где избиралась мера пресечения для Эрика, присутствовал представитель прокуратуры Москвы, что говорит о том, что, в общем-то, там знают об этой ситуации. Но я жду процессуального ответа на свои жалобы. Мне интересно, на чем он будет основан в случае отказа. В случае отказа, конечно же, будем обжаловать дальше, дальше и дальше. Эрику я регулярно это все рассказываю. То есть он понимал и понимает, на что шел, когда занимался, снимал эти разоблачительные ролики. Давайте я почитаю там, что... Да, спасибо. Что вы думаете по поводу заявления английского ЕСПЧ? Ну, знаете, ЕСПЧ, ну, это понятно, что, может быть, в какой-то момент это нужно будет, но я... Ведь у нас законодательство не такое плохое. И многие вещи там прописаны. И главное, что с Гордон, да? Спрашивают, что с Гордон? Откуда я знаю, что с ней? Там, где в какой-то истории я появляюсь, там же появляется и она, и, ну, в общем, что, как бы несчастная женщина. Удаляй трансляции после завершения. Трубой УВС нельзя пользоваться. Адвокату, по крайней мере, точно. Следователи в матросскую тишину заходят с телефонами. По поводу третьей части это решение будет принимать Эрик, а также оператора. Ну, я к этому не имею никакого отношения. Моя часть юридическая. А почему удалять трансляцию? Скажите, вот тут пишут, что обязательно удалить трансляцию. Друзья, просто здесь хотелось бы какого-то живого диалога, конструктивного, потому что вот в Инстаграме какие-то тролли пишут вообще там с фотографиями, либо вообще без фотографий, либо какие-то цветочки, котятки там и так далее. И в основном они нецензурно выражаются, а просто на это все не реагируют. Ну, по России один. Слушайте, смотрите, вокруг меня на каждом судебном процессе у меня появляются как новые друзья, так и новые враги. Врагов, к сожалению, увеличивается, друзей тоже увеличивается. И столько грязи уже было в СМИ и по телевизору. Те люди, которые меня знают лично, они все обо мне знают. Да, какой я человек, и что, и как, и так далее. Если кто-то верит каким-то публикациям, телепередачам, ну, несчастные люди, в общем-то, я для этого и завел перископ, чтобы те, кому я интересен, те, кому интересны те дела, которые я веду, могли меня лично узнать, могли лично пообщаться со мной и сформировать собственное мнение, о том, а кто я, зачем и почему. Вот у меня тут параллельно там и ватсап, и там вайберы, что-то. Конечно, телефон, он просто разрывается. И за последние две недели физически ни на что не хватает времени. Ну, вот про фото в СИЗО, я еще раз скажу, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность этого фото, но то, что у Эрика из-за этого возникли проблемы, это однозначно. Однозначно. И так ему там не сладко, конечно, а вот после этой фотографии, я думаю, что ему там жару задали. Кстати, к сожалению, есть и такие недоброжелатели, которые как по, значит, линии ФСИН, так и по линии криминальной пытаются создать ему проблемы. Это, конечно, подло, но, к счастью, у Эрика есть и люди, их больше значительно, которые его любят, уважают, в том числе и в криминальных кругах. Поэтому я уверен, здесь правда на его стороне в этой истории. И законы, правда, на его стороне. И в этой ситуации, и, кстати, можно сказать, что и следствие-то, в общем-то, к нему относятся уважительно. То есть они видят, что он стал заложником чьих-то амбиций, чьих-то разборок. Ну, угрозы есть, да, угрозы... Но я не хочу лишний раз говорить про какие-то угрозы голословно. Немножко сумбурный такой разговор получается, но я пока знакомлюсь с этой опцией, что такое перископ. По крайней мере, есть какой-то диалог, да, то есть я могу посмотреть вообще, что людям интересно. Потому что вы понимали, да, то есть я живу, скажем, в таком своем... в своем мире, да, юридическом. То есть я 90% времени провожу в судах, в следственных органах, там, изоляторах, прокуратуре. Друзья, на секундочку прервусь опять. Да, да. Да, попросите, пожалуйста. Анжелина Волина написала, что она подключилась к трансляции и увидела пустой стул и не поняла вообще, что происходит. Просто сейчас мне уже скоро надо выезжать к Кате на день рождения. Потому что... Потому что жизнь продолжается, но я иной раз, честно говоря, не понимаю, как действовать, да. То есть с одной стороны нужно уделять время любимой девушке, а с другой стороны есть ситуации, где нужно предпринять неотложные действия, да. То есть я же не могу сказать, я рекой, слушай, подожди, там у меня свет. Дело Эрика. И до тех пор, пока он не окажется на свободе, конечно же, ничто для меня не может быть важнее этой истории. Кстати, вот на новой вот этой BMW 6X6М я так и нежно меня спросил, при ней ездишь, и я вдруг вспомнил, что с момента, как его задержали, это на ней и не ежусь. Вообще-то кому-то интересно. Да, на самом деле, вот действительно, я завел перескоп в первую очередь для того, чтобы рассказывать вам о деле Давидыча, чтобы была какая-то альтернатива заказным сюжетам, чтобы вы понимали, что происходит на самом деле. При необходимости, если у вас возникают сомнения в чем-то, если вы верите, не верите, я готов вам показывать какие-то документы, хотя, конечно, не все далеко. Ну, по крайней мере, ссылки на норму права, где вы сами сможете проверить. Он один сидит в камере? Конечно, не один. Эрик сидит на общих условиях, он сидит в общей камере. Кстати, между прочим, он сидит с достаточно опасными преступниками, которые подозреваются, ну, скажем, арестантами, скажем, нет приговора, да, но некоторые из них и ранее судимые, которые подозреваются в особо тяжких преступлениях, связанных с убийствами, там, причинения тяжкого для здоровья и так далее. Это тюрьма, это, конечно, не пионерский лагерь. Друзья, давайте еще минутку, и я поеду. Меня спрашивают, почему ваша бывшая жена там что-то говорила по весь СИФМ? Ну, это вопрос к ней, но я не могу комментировать, да, как бы человека. Я могу вам одно сказать, если человек счастлив, если у него все хорошо, то в нем нет злости. Если в человеке много злобы и ненависти к кому-то, да, но в первую очередь он разрушает сам себя. Здесь я бы не хотел это комментировать, потому что истории про то, какой подонок, вообще негодяй и скотина, мне кажется, уже видели все абсолютно. Если нужно будет, я отдельно, может быть, этому трансляцию посвящу, но сейчас вот, во, отлично, интересно, ну вот, это хорошо. О чем говорили, а, о чем говорили за 15 минут задержания, но Эрик рассказывал о том, что он собирается выпустить очередную серию, что там будет, и как, и что, и так далее, и, конечно же, я его отговаривал, присутствовал еще один человек, я не могу его назвать, и мы его отговаривали вместе, а он говорил, что, я помню, вот, последние слова перед задержанием, Эрик, он говорит, я не совершал никаких преступлений, им нечего мне предъявить, я ему объяснял, что, Эрик, к сожалению, в нашей стране иногда бывают такие ситуации, что тебе найдут, что предъявить, если ты ничего не совершал, это не значит, что ты не можешь попасть в тюрьму, и у меня как-то интуитивно, мы когда с ним распрощались, я, он первый уехал, я потом за ним где-то через 3-4 минуты стал выезжать, увидел, что его остановили сотрудники ДПС, остановился, спросил, все ли нормально, они улыбались, Эрик сказал, что все отлично, я потом проехал еще метров 500, что-то мне как интуитивно не понравилось, я развернулся, еще раз подъехал, Эрик показал мне знак, типа, все нормально, проблем нет, и вот оказалось, что буквально через 5 минут после того, как я уехал, там подъехал спецназ, и его, в общем-то, задержали, хотя никакого сопротивления он не оказывал, можно было ему повестку вручить, и между прочим, да, вот в этом сюжете России один, что он не являлся по повестке, ну, такой бред, мало того, что Эрик являлся везде, где его вызывали, так он еще и сам выступал инициатором, чтобы встретиться с определенными людьми. подготовились получше, не могу никак сконцентрироваться, вот это ДТП с сыном Никаса Сафронова, плюс вот ребята, пранкеры, Вован и Лексус, попросили меня представлять их интересы против Федина, который что-то там их обвиняет, непонятно в чем, но, конечно, Вован и Лексус, это, конечно, ребята такие мощные, плюс, конечно же, основное дело Эрика, и сейчас на день рождения Гусева надо выезжать, там машина уже приехала, немножко сумбурно, не очень понимаю, как все это работает, как что это происходит, ребят, все, кому не безразлична судьба Эрика, мы с вами вместе, я вас буду информировать, может быть, выберу какое-то другое время, чтобы мне не название, потому что связь постоянно обрывается, и через 10 минут мне будут звонить с прямого эфира Life News, это по поводу Луки Сина, Никаса Сафронова, молодой парень, попал, конечно, в такую неприятную ситуацию, беспокоюсь, что у него всех собак сейчас спустят, вот, типа Звездный сынок, там туда-сюда, хотя вообще отличный парень, воспитанный, образованный пианист и так далее, вот, поэтому давайте конструктивно общаться, я отвечу на все ваши вопросы, что касается Эрика, мы однозначно победим, это человек с невероятной, нереальной армией поклонников, по моим данным, это около 7 миллионов человек, это 1,25 население всей страны, ребят, это просто вот беспредел в отношении таких людей, он не должен проходить, это однозначно, другое дело, что не нужно предпринять каких-то радикальных вещей, не нужно кому-то угрожать, ни в коем случае применять насилие и так далее, не нужно давать нашим оппонентам козыри в борьбе, в неправомерной борьбе с Эриком, юридически наша позиция стопроцентная, с точки зрения правды, справедливости, морали, эта история абсолютно вся наша, поэтому нам нужно пробить административный вот этот барьер, я уверен, даже среди тех, кто меня читает, смотрит, и тем более среди аудитории Эрика, есть люди, от которых тоже, может быть, в какой-то части это зависит, мы не просим ничего, мы просим справедливого, законного разбирательства по этому делу, и справедливо было бы не Эрика сейчас мариновать в тюрьме, взять у него подписку о невыезде, ну, в крайнем случае, там, домашний арест или под залог, и дальше не оказано у него никакого давления проводить следственные действия, тогда никто бы ничего не предъявил бы. Здесь же очевидно, что основания для того, чтобы его сажать в тюрьму сейчас, до суда, до того момента, пока суд решит, виновен или невиновен, никаких оснований нет абсолютно. Ребята, это, конечно, вот, я только из-за этого в эту историю вписался. Я не скажу, что да, я давно знаю Эрика, с чем-то согласен, с чем-то не согласен в его деятельности, но всегда, где есть беспредел, абсолютно такой, просто вот, вопиющий, я, если меня просят помочь, однозначно в этой истории вписываюсь, потому что я люблю свою страну, я не собираюсь никуда уезжать, здесь растут мои дети, и я хочу, чтобы каждый законопослушный человек был уверен, что вне зависимости от того, кого он назовет и как, кого, не дай бог, на дороге подрежет или на чью жену неправильно посмотрит, чтобы он не боялся, что его посадят за убийство, за наркотики, за мошенничество и так далее. Оскорбил он кого-то, есть за это отдельная статья. Оклеветал, тоже есть статья. Превысил скорость, есть статья. Подозревает его в мошенничестве, отлично. Эрик никогда ни от кого не убегал, не прятался, не скрывался. Изберите ему меру пресечения, нормальную, вызывайте наследственные действия, а если вдруг он не явится или попытается скрыться, вот тогда берите под стражу. А ущерб, который ему инкриминирует миллион рублей, я 10 миллионов предлагал в суде за то, чтобы его отпустили, выбрали в меру пресечения под залог, суд это проигнорировал, но немножко разочарован, потому что тенденция, в общем-то, судебная система, она позитивная, несмотря ни на что. Но где-то вот такие пробуксовки есть. 16 числа в 15 часов в Мосгорсуде будет рассмотрение апелляционной жалобы. То есть, если кто-то хочет прийти, приходите, но не нарушайте общественный порядок, потому что любые нарушения они дают козыри нашим оппонентам. Поэтому тихо, мирно, не провоцируй никого. И наша сила, конечно, ваша сила аудитории Эрика это в количестве, это 7 миллионов человек. Никакие, и опять-таки, он же не является каким-то оппозиционером, он не является преступником, бандитом, он не ругает власть. То есть, тот инструмент, который в отношении него сейчас используют, он абсолютно не соразмерен этому человеку в том плане, что если бы это был куда-то террорист или там какой-то жесткий оппозиционер, тогда еще можно было бы понять. Но в данной истории известные нам люди просто на него обиделись за то, что он его оскорбил и решили его мочкануть. Вот с этим-то, в общем-то, я и борюсь. И будем бороться с вами все вместе исключительно правовыми способами. И наша задача, как я еще раз подчеркну, это найти того порядочного, справедливого, объективного человека вот в этой структуре судебно-правоохранительной, от которого зависит принятие каких-то решений, для того, чтобы эту ситуацию вывести исключительно в правовое поле. Вот и все. Давайте на пару вопросов отвечу и побегу, а то меня Гусева точно бросит. Ждем 16. Ну, ребят, я вам еще раз хочу сказать, да, вот, большие ставки делают на 16 число. Мы подготовили идеальную апелляционную жалобу. Мы еще сейчас немножко усилим ее дополнениями некими, да, то есть, но, если юристы меня смотрят, они согласятся, Тверской суд никогда бы не взял по такому делу Эрика под стражу без одобрения либо прямого указания Мосгорсуда. Я больше делаю ставку либо на прокуратуру Москвы, либо на генеральную прокуратуру, но еще есть ряд инстанций, которые мы ждем, чтобы они отреагировали. Сергей, не боишься угроз. На самом деле, в нашей профессии угрозы происходят практически ежедневно со стороны различных людей, ну, что, как бы уже за больше, чем 15 лет уже как-то атрофировалось, атрофировался этот страх, хотя, конечно, периодически возникают какие-то обстоятельства неприятные. Друзья, ну, вот, я рад нашему первому знакомству такому. Я, безусловно, этот перископ завел в первую очередь для вас, чтобы отвечать на ваши вопросы, и если я слишком много говорил не по теме, вы меня скорректируете, может быть, присылайте мне на электронную почту какие-то письма, да, или ватсап, в инстаграм пишите, чтобы я понимал, что вам интересно, потому что, еще раз подчеркну, вы поймите меня, я живу немножко в другом мире, у меня свой менталитет, свое какое-то понимание, и есть вещи, которые для меня само собой разумеющиеся, понятные, да, а для вас нет, и я готов вам на них ответить, а сейчас вынужден прерваться, чтобы поздравить Катю Гусеву с днем рождения, она вчера так на меня обиделась, что я не написал поздравительный пост в инстаграме, но за предыдущий пост меня практически распяли, когда я поздравлял с 8 марта, там мне просто вот, что, друзья, еще раз хочу сказать, что дело Эрика для меня сейчас ключевое и принципиальное, все свое время, свободно, не свободно, я трачу на на этот процесс, для меня это дело принципа, его дело, но иногда, извините, я должен уделять время любимой девушке, там родителям, детям, ну и часа 3-4 поспать, ну как-то так, все, всем привет, до скорых встреч, пока! субтитры, Продолжение следует...